Друзья, привет! С вами Стас Быков и давайте сегодня поговорим об успешном сайте. Что такое успешный сайт? Ну, очевидно, если поразмыслить, то это сайт, который приносит клиентов, который генерирует продажи. И есть специальные методики, как сделать ваш сайт успешным. Я уже более 10 лет занимаюсь разработкой сайтов и за это время я уже вывел определенные технологии. И я вам сейчас могу рассказать 5 факторов, которые влияют на успешность сайта. Успешный сайт, оно же продающий сайт, можете называть как хотите. И первый фактор, который нужно учитывать при разработке сайта, при продвижении сайта, это адаптивность. То есть, ваш сайт должен быть адаптирован под все системы. Будь то телефон, или компьютер, или планшет, или большой экран на телевизоре. То есть, ваш сайт должен везде открываться одинаково. Обязательно, когда вы разрабатываете сайт или сделали сайт на конструкторе, проверяйте, как он открывается на мобильном устройстве. Очень часто замечаю, когда ко мне обращаются за консультацией по аудиту сайта, я смотрю, а он не адаптирован. Друзья мои, 5 лет назад давно уже было пора забыть про статичную верстку. То есть, сайты, которые, ну просто не уменьшаются для маленького экрана. Здесь есть два варианта. Есть мобильная версия сайта, а есть адаптивная. Я всеми руками за адаптивную версию. Сейчас очень много девайсов, у которых разное разрешение экрана. И под всех них не будешь же ты писать отдельную мобильную версию. Проще сделать так. Адаптивная верстка у сайта и мобильное приложение. Вот это будет правильная стратегия. Второй фактор успешного сайта это юзабилити. Проще говоря, это удобство пользования сайтом. Очень важно, чтобы вы понимали и мыслили не как разработчик или маркетолог, а как обычный человек, который заходит на ваш сайт. Он должен понимать, что от него требуется на данной странице. Здесь кнопочка получить консультацию. Здесь картинка. Здесь текст, который объясняет, отвечает ему на вопрос, который он ищет. То есть он должен вашим сайтом пользоваться, как будто он у себя находится где-то дома на кухне, знает, где кофе лежит, знает, где хлеб взять. То же самое, реально такое сравнение. То есть он должен попасть к вам на сайт, его ничего не должно отвлекать. Есть кнопка консультации, есть контакты, есть меню. И все это визуально, чтобы ему помогало сориентироваться по сайту. Есть необходимые точки захвата, картинки, баннеры, знаете, все должно быть четко структурировано. То есть бывает очень часто, тоже историю скажу, заходишь на сайт, а там прямо здесь картинка, здесь, здесь, слева, справа, тут видеоролик, здесь еще какие-то гиф-анимации. То есть это смотрится неудобно для обычного посетителя. То есть ты заходишь и не понимаешь, что ты хочешь здесь сделать. И просто обычно люди такой сайт закрывают и переходят дальше в поисковую выдачу. А у вас есть 10-15 секунд, чтобы удержать внимание вашего посетителя, чтобы он понял, да, вот ответ на мой вопрос, я это и ищу. Конечно, это искусство, этому нужно учиться. Но в своих видеоуроках на канале я постоянно об этом рассказываю. Тем более сейчас есть очень много готовых шаблонов, которые уже продуманы. Там продуманы юзабилити. Вам остается только смотреть и обучаться. Поэтому подписывайтесь на канал и обязательно смотрите мои другие еще видеоролики. Третий фактор это сертификат безопасности. Вы, наверное, уже заметили, что есть сайты, которые зелененьким слева вверху горят, да, где адрес сайта. А есть те, которые красные, написано «не защищено». И знаете, многих посетителей это отпугивает. Особенно, когда они вводят там свои данные, данные своей карточки или имя, фамилия, когда отправляют форму обратной связи. Сейчас же поисковые системы на это смотрят как никогда. То есть очень важно, чтобы вы сделали сертификат безопасности HTTPS для своего сайта. Конечно, сейчас он стоит по-разному. То есть есть бесплатные, есть платные, то есть официальные сертификаты. Я рекомендую вам пользоваться официальными сертификатами. То есть на бесплатные нет смысла тратить свое время, потому что у них есть минусы. Сайт падает периодически, то есть их доступность, она хромает. И второе, их нужно каждые три месяца обновлять. Но если вы занимаетесь бизнесом, то я думаю, там 2-3 тысячи в год выделите. Сертификат действительно помогает. То есть у вас сразу становится зелененький замочек, написано сайт защищен. И с точки зрения восприятия посетителей это плюс. Плюс. То есть он понимает, что вы следите за его безопасностью. И здесь же он может вводить свои контактные данные. Только не забывайте обязательно сделать в любой форме на вашей сайте политику конфиденциальности. Что вы не будете нигде использовать контактные данные, которые получаете. Это обязательно должно быть и он должен ставить галочку перед тем, как отправить сообщение. Это очень важно и обратите на это особое внимание. Четвертый фактор это техническая оптимизация сайта. Важно, чтобы код был прописан без ошибок. Потому что сейчас в наше время есть готовые движки, готовые модули. И очень просто модернизировать сайт. Взять просто зайти в библиотеку приложений, установить себе на блог. Кучу-кучу знаю там 20-30 приложений до устанавливают. А потом в итоге получается, что код хромает. Потому что не все приложения правильно встают на сайт. Тормозит сам сайт, потому что нагрузка на базу данных выросла. Страницы медленно открываются. Или вообще сама CMS, то есть система управления сайтом не справляется. Именно поэтому я постоянно говорю, устанавливайте приложения только от проверенных разработчиков. Устанавливайте те приложения, которые популярные. Потому что они-то точно уже проверены. Проверены временем, проверены большинство пользователей. И действительно они хорошо встают. И когда вы зарегистрируете сайт вебмастере Яндекс. Это обязательно я рекомендую делать своим ученикам. То вы там увидите всю статистику. То есть, например, эта страница доступна. Это недоступно. Здесь такая-то задержка. И чем больше у вас будет таких предупреждений, тем хуже будет вашему сайту. Вообще всегда, когда вы создали сайт, начинаете его продвигать, раскручивать, наполнять. Подключайте системы статистики. Яндекс метрику и от Гугла тоже метрику. И также к вебмастеру Яндекса и Гугла тоже цепляйтесь. Потому что там вам показывают все ошибки. И также вы можете настроить отображение вашего сайта в поиске Яндекса и Гугла. С этим нужно работать. И действительно, не просто, знаете, создать сайт и оставить его, думая, молясь на то, что он продвинется где-то в поиске и к вам придут посетители. Нет, с этим нужно работать. И все вот эти пункты, которые я перечисляю, обязательно нужно их соблюдать. Ну и, конечно, переходим к пятому факту. Это поисковая оптимизация. Делайте всегда уникальные статьи на вашем сайте. Статья должна быть разнообразной. То есть там может быть изображение, уникальный текст, видеофайл. То есть чем разнообразнее будет ваш текст, тем лучше. Смотрите за тем, чтобы у вас была внутренняя оптимизация. То есть ссылка с одной страницы на другую, с одной на другую. То есть постоянно ваш сайт должен быть как паутина. То есть он связан между собой внутренними ссылками. И это очень хорошо. Уникальные правильные тексты, внутренняя оптимизация в виде перелинковки. Это все помогает удержать посетителя. А зачем я начал перечислять все эти факторы? То есть адаптивность, юзабилити, сертификат безопасности, техническая оптимизация и поисковая оптимизация. Они все вместе работают, когда на удержание посетителя. Сейчас очень важно, поисковые системы перестроились и они смотрят на такой параметр, как удержание. Чем дольше человек проводит времени на вашем сайте, тем лучше, тем поисковая система выше поднимает ваш сайт в поисковой выдаче. Да, и на ютубе, и в яндексе, и в гугле. Здесь сейчас играет этот параметр удержание посетителя, потому что это очень важно. И когда вы эти все факторы будете соблюдать, вы добьетесь того, что удержание на вашем сайте будет большим, потому что им будет удобно пользоваться. Он будет отвечать на запрос посетителя, это самое главное. И только тогда, когда вы все это сделаете, вы можете подавать на ваш сайт рекламу и быть уверенными, что конверсия на нем будет максимальной. Вообще, как делается сайт и как использовать движки, я все об этом рассказываю. Я всегда своим клиентам рекомендую хостинг MacHost. Переходите по ссылке в описании, там 3 месяца можно пользоваться бесплатно тарифом Mac10. Тариф Mac10 создается до 5 сайтов одним щелчком мыши. Но я для своих учеников показывал, я на прямом эфире, представляете, за час создал себе сайт. И сейчас вы можете посмотреть likermedia.ru. То есть 3 месяца за это время вы можете протестировать сайт, протестировать хостинг, создать себе 5 сайтов, домены 3 уровня бесплатно. Сейчас сервисы, они предоставляют все для того, чтобы вы могли создавать сайт и продвигать, продвигать свой бизнес, продвигать себя. Остается просто взять и воспользоваться этой возможностью. Поэтому переходите по ссылке в описании. Кто первый раз меня смотрит, обязательно подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю интересные моменты, как продвигаться в интернете, как зарабатывать в интернете. Ищу сервисы, которые вы можете бесплатно использовать для своих целей. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok